Ангарская птицефабрика Да, это наши отличные сорта Это, кстати, сказать, вы посмотрите, какие они красивые, невероятно просто И викторины, и чародей, и грация А здесь, конечно, я не могу не остановить свое внимание на кальрабе, Лена Сергеевна Это же каких небывалых размеров нужно такую капусту вырасти? Килограмм Килограмм? Да А это сорт, по-моему, если я не ошибаюсь, косок, да? Или косак, как его называют? Косак, правильно Лена Сергеевна, ну что, так как мы... Ух ты, Маркиз Так как мы сегодня на капусте, это значит, что говорить мы сегодня будем про капусту Один из наших любимых овощей после картошки, я считаю Ну, без капусты, конечно, не обходится ни один А как без капусты, Лена Сергеевна? Это же вот картошечка, капусточка, квашеная, маринованная Каждый день капуста наливается Да Каждый день она набирает сахара Чем дольше она у нас простоит на участке, тем она будет вкуснее Поэтому не надо торопиться Единственное, что капусту ни в коем случае нельзя, чтобы она попала под морозы Не под заморозки Надо отличать, что такое мороз и что такое заморозок А вот, Елена Сергеевна, как раз об этом мы сейчас поговорим Когда ее все-таки срезать и как ее правильно сохранить Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Академия на грядках Ну что, Елена Сергеевна, конечно, главный вопрос, когда резать капусту Резать или не резать? Конечно, мы должны ее срезать, не допустить, чтобы она попала под мороз Мороз это что? Это с вечера начинается температура минус Минус, допустим, пять, минус шесть Уже капуста может промерзнуть Если она промерзнет, она храниться не будет Но раньше снимать тоже ее нельзя Потому что каждый день она у нас наливается Она делается у нас более вкусной В этом году лето для капусты не очень хорошее А почему? А потому что капуста холодостойкая Капуста любит низкие температуры Почему, допустим, считается, что самый высокий урожай капусты выращивают в Сибири В Сибири холодно Для юга специальные жаростойкие сорта А мы с вами выращиваем холодостойкие Поэтому получилось так, что вот даже такая капуста, как краудказер Которая предназначена и для хранения, и для засолки Она у многих потрескалась И все, храниться она уже, естественно, не будет? Нет, конечно, ее надо срочно употреблять в пищу Как нужно ухаживать за капустой? Как ее поливать? Ну и вот, как много поливать? Как ее укрывать? Некоторые ведь укрывают капусту от солнечных лучей Некоторые, чтобы она завязалась поскорее, поливают в центр капусты На тот самый вот этот вот вилочек, да, будущий Ну вот, вот расскажите Не забудьте, под нее надо очень большое количество органики На удобрениях капуста будет невкусная Она будет вкусная только если положить много органики Что значит много? Сколько килограммов, сколько вешать? Это на вилок должно быть ведро Ух ты Тогда капуста будет сладкая Тогда капуста будет вкусная Тогда она будет храниться Не забывать, что, допустим, для хранения нужны специальные сорта Вот, допустим, самое лучшее для хранения – это амтракт Она хранится у нас и два года будет храниться Да, она хранится Есть капусты, как они называют, двуручные То есть и для засолки, и для хранения Это какие капусты? Допустим, краудказер И для хранения, и для засолки А вот мегатон? Мегатон капуста для засолки Считается, что она хранится не очень хорошо Многие мне говорят, вот у нас она хорошо хранится Вообще-то капуста одна из ранних У нее вегетационный период всего 90 дней Поэтому если ее рано посадили, она просто потрескается Поэтому, когда мы высаживаем капусту Когда мы берем семена капусты Мы должны знать, для чего мы ее берем Или для ранней Вот, самая ранняя капуста – это у нас ранения Ее посей на рассаду в апреле В июне мы уже можем кушать капусту Немножко попозже капуста, допустим, рица Дальше там капусты у нас идут уже Та же мегатон, ее можно и летом кушать Поэтому надо знать вегетационный период И в зависимости от этого высаживать капусту Я знаю, что вы в этом году попробовали Краснодарскую селекцию Это наши российские сорта Расскажите, это и Чародей, это и Грация И Чародей, и Грация Как расскажите вам эту капусту? Очень, я во всех отношениях Она не уступает Хотя по цене Она в два раза дешевле, чем импортные сорта Прекрасная капуста Наша, российская Чем они хороши? Они и для засолки, они и для хранения И для засолки они очень вкусные Они превосходят импортные сорта И вот сейчас мы должны убирать капусту Я еще раз повторяю Убирают ее только перед морозами Ни в коем случае не дать, чтобы капуста промерзла Поэтому следите за температурой Если, допустим, там заморозки 0-2 градуса Это не страшно для капусты А днем уже тепло Она продолжает наливаться Но если мороз, надо убирать Я вижу, что еще есть цветная капуста Еще растет Да, вот видишь еще Расскажите, что это за сорта Вот это вот Это вероника Это такая капуста Капусту цветной Тоже можно хранить А кстати, вот хранится ли она? Да, да Вот если, допустим, у кого-то завязалась Не очень хорошо капуста Не очень большой вилочек Выкопайте ее с корнями В ведро Посадите и в подвал И она у вас до Нового года Еще подрастет Это, Елена Сергеевна, такой хороший лайфхак Как сейчас модно говорить Поэтому, действительно, куда ее? Мы обычно привыкли что делать? Ее замораживать? Либо там немножко кипятнуть? Заморозить, так же как Вон брокколи, посмотрите Какая громадная У нас до сих пор поздняя сорта Это маратон Как убрать капусту? Как убрать, Елена Сергеевна? Когда мы убираем капусту Мы должны кочерыжки оставить 3-4 сантиметра Обязательно Вот эти листья, которые отходят Мы же листья не убираем Потому что листья кормят капусту А когда мы ставим на хранение Мы оставляем только прилегающие листья Особенно, если они темно-зеленые Ну вот, Елена Сергеевна, давайте покажем На примере какой-нибудь капусты К примеру, вот, допустим Хотим мы убрать, например, вот Вот этот вот вилочек Вот этот, допустим Вот расскажите, какие листья мы должны оставить? Вот мы все вот эти листья Да, все листья убираем Оставляем только листья Вот капуста у нас, вот она у нас упала Вот только-только листья те, которые прилегают А вот эти все листья мы убираем И спрашивают, вот как, допустим Хранить в подвале капусту Ну, многие ее помещают, допустим В пленку В пленку Ну, это если несколько львилков, Аня А вот представляешь, у нас такое Это же сколько надо пленки, чтобы Сколько ее Поэтому что мы делаем? Подвал должен быть достаточно холодный И достаточно влажный Ни в коем случае сухой подвал не должен быть В самый низ мы всегда кладем капусту Которая для хранения Амтракт, золтан Вот эти сорта капусты А те капусты, которые мы с вами будем кушать Мы ее кладем сверху Кладем навалом Если, допустим, капуста для хранения Она всегда будет храниться Она даже будет храниться у вас в подвале Не только в подвале, а в гараже Лежать и храниться А если, например, какая-нибудь кальраби Вот как с ней быть? Кальраби? Ну, кальраби, Аня Ты видела косак Я просто, честно сказать, впервые Видела такие большие вилки Он внутри сочный, белый Это капуста специально для хранения Кальраби хранится в ящике навалом Не надо ни засыпать Не надо ничего делать Она будет храниться у нас прекрасно А сколько вот кальраби хранится обычно? До новой А, даже так? Даже так Она прекрасно лежит и прекрасно хранится А вот любите ли вы, Елена Сергеевна, кальраби? Очень Хотела сказать, как люблю ее я Очень, очень Салаты Прекрасные из нее Ее очень любят дети Ну, вот хочу сказать, что благодаря Елене Сергеевне Как раз-таки этот вид капусты я для себя открыла Буквально вот два года назад И действительно Я все время думала, ну что с ней вот делать? Ну вот, вот прекрасно, конечно, растет, все замечательно А потом как? А потом великолепные салаты Да, великолепные просто Салаты из этой капусты Елена Сергеевна, ну я думаю, что с капустой нам все понятно Вы знаете, много вопросов поступает еще по цветам Потому что сейчас впереди все-таки, несмотря на чудесный сегодняшний день Заморозки И как сохранить У кого-то розы еще не распустились У кого-то еще вот набрали только бутоны Что, как их защитить Как защитить гортензию Что с ней делать? Цветет ведь, жалко Поэтому я предлагаю отправиться к цветам И вы поделитесь советами Ну какая красота Елена Сергеевна, посмотрите Вот середина сентября уже фактически завершается А розы еще цветут в саду Конечно, не хочется с этим совсем прощаться Снег идет Совсем не хочется На них, а розы цветут Это как в песне, Елена Сергеевна Как в песне Но, конечно, главный вопрос Сейчас мы находимся в розарии Здесь каких только роз нет Главный вопрос Как сохранить сейчас Вот начнутся первые заморозки Насколько они губительны для роз? Да никак Насколько морозостойкие Поэтому они больше выпривают Чем вымерзают Поэтому их сейчас ни в коем случае Не закрывать Нельзя их обрезать Вот допустим Бутоны засохли Вот рядышком Посмотри-ка Вон растет у нас Бутончик и не распустился Да, да, кстати Нельзя Нельзя ни в коем случае Эти бутоны вырезать Ни в коем случае Те, которые засохли Вырезать нельзя Роза начнет Вегетировать То есть расти И она к зиме Не подготовится Лучше Когда, допустим На розе даже появятся Плоды Она лучше Будет сохраняться Зимой Поэтому пока стоит Теплая погода С розами делать Ничего нельзя Вырезать Начинаем Розы Ну там 20-30 сантиметров Можно даже И под корень Их вырезать Это когда Будет очень холодно Перед тем Как мы будем Их закрывать Елена Сергеевна Ну вот тем Кто только начинает Например И такой неопытный Садовод, как я Подскажите Какие температуры Должны все-таки Установиться Когда я должна Подрезать розы На 30 сантиметров Ой, да может Минус 10 Минус 10 Да Они не боятся Морозов Поэтому Мы закрываем Все геотекстилем Когда будет Очень холодно И открывать будем Уже Поздней Весной Елена Сергеевна Что касается Штамбовых роз Такой же принцип Или Их надо Или пригнуть Как малину Как малину пригнуть И закрыть Геотекстилем Вообще В несколько рядов Даже можно Закрыть геотекстилем Отдельно розы Чтобы их не выкапывать У нас розы здоровые За счет того Что мы все-таки За ними следим И обрабатываем Самое лучшее Против грибных Бомезней Это фундазол Поэтому обязательно Даже пока тепло Обработайте фундазолов Многие выкапывают В горшки И в подвал Обязательно Перед тем Как их опустить На хранение Перед тем Как закрыть Геотекстилем Мы должны Обработать Фундазолом Очень много Белокрылки Именно Белокрылки В подвал Опускают С чем С белокрылкой Та белокрылка Которая у нас Останется в теплице Она вымерзнет У нас температура До минус 30 градусов А белокрылка Точно вымерзает При температуре Минус 15 Поэтому То что останется На улице Это не страшно Страшно то Что мы Заносим К себе В комнату То что мы Опускаем в подвал Поэтому Прежде чем Вы будете Заносить В теплицу Опускать В подвал Прежде чем Все цветы Вы будете Приносить Домой Обработайте Их Тепики Еще раз Елена Сергеевна Повторите Препарат Препарат Тепики Это И от Белокрылки И от Тли И от Паутинного Клеща Самый сильный Ну вот тут Я вижу Гортензия Рядом со мной Вот такая Вот перед Вами Уважаемые телезрители Гортензия И за тобой Анечка Цветет Да еще во всю И за мной Тоже великолепно А вот она Везде Посмотрите Какая красота Ну как вот Ее сейчас обрезать Ну Елена Сергеевна Ну как Ну во первых Гортензия Прекрасно Прекрасно Зимует Но Обязательно Цветы Надо На зиму Обрезать Больше Ничего Обрезать Не надо Многие Спрашивают Можно ли Сейчас Посадить Гортензию Обязательно Посадить Гортензию Чем позже Вы посадите Тем Она лучше У вас Сохранится Для того Чтобы Хорошо Сохранилась Корневая Система Можно Подкормить Монофосфатом Калия Даже Те розы Которые Вы оставляете В грунте Тоже Сейчас Можно Подкормить Монофосфатом Калия Из расчета Две столовые Ложки На Десять Литров Воды Можно Очень Хорошо Когда Вы сажаете Гортензию Не в лунку А По периметру Подкормить Органом Минеральными Удобрениями Елена Сергеевна И укрывать Геотекстилем Мы не укрываем Не укрываем Нет Мы ничем Не укрываем Гортензию Она прекрасно Сохраняется Елена Сергеевна Я вижу Что еще флоксы Цветут вовсю Вот расскажите Про флоксы Как за ними Ухаживать И как их Готовить к зиме Аня Часть флоксов Потеряли Из-за того Что мы их Оставляли Здесь Зимовать Поэтому Флоксы Выкапываем В горшки И в подвал Точности Так же Как и Крупноплодную Ромашку Иначе Можно потерять Елена Сергеевна Ну а вот Ваш любимый цветок Вот какой Из всех Перечисленных Какой вы Предпочитаете Понятно Что все Конечно Как любая женщина Я думаю Что вы любите Все цветы Но вот есть Какой-то Такой Более Конечно розы Конечно розы Это правда Такое разнообразие Ну последнее время Очень большой популярностью Пользуется гортензия Заслуженно Притом Ну и конечно Елена Сергеевна Посмотрите Какой у вас замечательный лимонник Да Лимонник Конечно шикарный Я ежедневно На завтрак Столовую ложку Лимонника Вот он Вот он Секрет Елена Сергеевна Мы о нем уже говорили Ежедневно На завтрак Столовую Ложку Столовую ложку Лимонника Сколько проверяла Давление не поднимается Вот так А говорят Потому что лимонник Давление поднимает Нет Зато он поднимает Иммунитет Очень хорошо Вот хотите Также замечательно выглядеть Вот пожалуйста Садите в своих садах Лимонник И употребляйте пищу Вот посмотри Какое количество У нас однолетников С ними Многие их Тоже опускают в подвал Приносят домой Чтобы черенковать Смотрите Не занесите вредителей Потом замучаетесь С рассадой Потом уже на рассаде Если на перцах Появится тля Ничего не сделайте Несете домой Обработайте Чем они Ну Тепики 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 Да Обработайте тепики Это уже надежно Чтоб ничего не оставалось Без того Как вы обработали Домой не нанесите Это мы сейчас говорим Об однолетниках Питонии Алисиум Да Они еще цветут Благоухают Алисиум Вообще какой-то аромат Невероятный Просто медовый Ну и астры Конечно Лена Сергеевна Астры Невозможно про них не сказать Астры Это ежегодно Сейчас новые астры Большое количество Конечно Профессиональных цветов Которые Очень красивые Очень Это правда Но они еще радуют глаз Ну что же Уважаемые телезрители Сегодня мы говорили И о капусте Как ее вырастить Как ее самое главное Сейчас сохранить И сегодня мы говорили О цветах Самых популярных Вот те Которые многолетние Это очень важно И розы Которые сейчас Не нужно трогать Не трогать их Не нужно До минус десяти Практически Вот не трогайте их Пусть они цветут С ними ничего не случится Уважаемые телезрители Это была программа Академия на грядках Смотрите нас и на сайте Актистиви.ру Елена Сергеевна Спасибо вам большое За совет Спасибо, Анечка За вопросы До свидания Уважаемые телезрители До новых встреч В программе Академия на грядках Пока Генеральный спонсор выпуска Ангарская птицефабрика Наша Ангарская курочка Академия на грядках